Примеров практически на любую тему. Это CodeSamples, здесь 155. И по CoreData здесь есть такой хороший пример. Recipes. iPhone CoreData Recipes. Не совсем коррекционный вариант. Или давайте я сейчас расскажу. CodeCoreData. Вот. Собственно говоря. Проблема Persistence данных существует у всех платформах. Что такое Persistence? Это сохранение состояния приложения. Грубо говоря, мы какие-то данные пользователю показываем. Мы как-то их процессим. Мы что-то вытягиваем с интернета. Что-то меняем. И это все пользовательские данные. То есть, в отличие от нашего кода, ресурсов, есть какие-то меняемые вещи. И один, ну, например, до этого я рекомендовал использовать ListFile. Самый такой примитивный вариант. Записали на dictionary и все. Но, как бы, люди пытаются изобрести все более удобные, практичные способы. И вот, если вы занимались web development, то есть революционные базы данных. Вот. Это либо MySQL, либо MSSQL, либо Oracle. То есть, база данных очень хорошо подходит для хранения, вот как раз пользователей каких-то изменяемых данных. Поэтому в свое время придумали такую вещь, как SQLite. Вот. Это, собственно говоря, маленькая библиотека, которая позволяет вам использовать базы данных в различных программах. То есть, десктопных, это не обязательно web development, можно и web development. Вот. На самом деле, она достаточно простая, но все равно это SQL-база данных. То есть, надо писать запросы руками. Есть ограничения определенные на join, на всякие вещи. Вот. Но, как бы, не очень хорошо писать такие вещи вручную. То есть, если у вас будет там контроллер или модель, которая напрямую делает SQL-запросы, в принципе, это тоже не интересно, потому что, ну, очень такие стандартные задачи – вытяни объекты, положи объекты. То есть, в web development даже давным-давно перешли к ORM – Object Relation Mapping. Такие штуки, которые позволяют либо сосредоточиться больше на процессе написания логики, чем на процессе написания SQL-запросов. Вот. Поэтому Apple пошли тоже таким очень хорошим путем. Они создали CoreData. То есть, это отвертка, которая сверху на SQLite, ну, в данном случае, если говорить CoreData, она, на самом деле, поддерживает четыре режима. SQL, листы, XML-файлы и памяти. Вот. Но на iPhone мы не можем использовать XML, лист файла вообще нет смысла использовать с CoreData, потому что, ну, можно и напрямую их юзать. В памяти тоже нам особо не интересен вариант. И вот то, что нам интересно – это SQLite. XML – это доступно. И, собственно говоря, у нас получается некоторая такая обертка, в которой мы можем создать какую-то модель, все это в визуальные редакторы, нас создавали объекты, а потом каким-то образом там их заполняем, работаем. То есть, такая штука, которая позволяет больше сосредоточиться на уровне. И вот один из примеров, который нам предоставляет Ягл. Это база рецептов. Ничего такого военного. Сейчас, допустим, посмотрим. То есть, для чего CoreData тут понятно? Ну, вообще, тут чисто логически. Вот. Ну, вот это вот стандартные приколы работы с CoreData и SQLite. Презентация. М? Функция презентации. Да. Сейчас я включу. Ну, вот видели. Закрашивать. Это они любят делать. Водопустим. Так. Где-то дело реки. Я набор сенсом агата. О! Теперь всё вновь дело. Хакитва. Давай, секундочку. Останем подводим. Собственно говоря, приложение очень простое, это менеджер рецептов. Вы можете посмотреть рецепт, отредактировать его по категориям, отредактировать фотку, отредактировать название, отредактировать описание, preparation time, ну и, собственно говоря, рецепт, ингредиенты добавить и какие-то инструкции. В принципе, ничего такого военного. Обыкновенный объект с какими-то полями, которые мы можем выполнить, ну и unit congression отойдет. Вся фишка CoreData здесь. CoreData в принципе очень простой, начинается работа с ним в создании модели. Вот. xDataModel в принципе мы как бы модель создаем, это в принципе создание, визуальное создание таблиц и схем в SQLite. То есть мы создаем entities, сущности, заполняем их атрибутами, например, тип рецепта, название, relations, связь к рецептам. CoreData также имеет, помимо свойств, имеет relations и имеет такую сущность как fetched property. То есть можно какие-то данные задавать в запросе и получать их посчитанными. Например, один из вариантов использования, которое мы делали, это высчитывание расстояния. То есть у вас есть, ну вот мы делали это fun travel под евро 2012, есть текущее расположение, оно задается в запрос и в ответе уже выходит fetched property, сколько до этого места от тебя. Рецепт, тут все вообще очень просто. Инструкции, имя, overview, relationships, images, ингредиенты, тип, ингредиенты, опять же все понятно, просто и картиночка. То есть создается модель. Опять же, дефолтная конфигурация, есть конфигурация чего наследуется, то есть вот имидж наследуется. Опять же, мы создали модель, да, создали описание. Теперь нам надо намапить, на какие классы в нашем коде будет эта модель мапиться. Мапиться понятно, что такое? Или не всем понятно? Есть, грубо говоря, какие-то объекты в SQLite, да, таблички свойства. Теперь нам надо сказать, вот эту штуку записываю, вот этот объект. То есть для того, что мы не будем работать с сущностями с базовыми данными, мы будем работать с нашими классами. Поэтому есть такая штука в модели, сейчас даже где-то скажу, здесь generate. Можно сгенерировать классы прямо в этом. Ну, неважно, здесь они демилированы. То есть вот, к примеру, у нас есть объект, вот наша конфигурация, есть объект image, да. Идем посмотрим наш. А, image, он как раз NSManagedObject, он ни на какой класс не мапится. Есть, например, класс ингредиенты. Здесь, на самом деле, класс, который наследует NSManagedObject, это объект, который специально нам создан для наследования в CoreData. То есть мы создали модель, потом все классы, которые хотим использовать в CoreData, мы должны их отнаследовать в NSManagedObject. Они имеют всякие штуки, там можно их инициализировать по-особому. Вот, и тогда, как бы, CoreData свяжет наши классы с вот этим вот, ну, с этим маппингом, по маппингу свяжет с классами. Вот, и дальше, в принципе, несколько простых моментов по созданию приложения. Как бы, вот, application delivery. Ну, понятное дело, что нам для того, чтобы работать, надо подключить CoreData framework, но это не все, что нам надо создать. Для работы с CoreData надо создать первое Persistent Store координаты. То есть, как и любой ARM, он состоит из объекта, через который мы будем вытягивать наши объекты. То есть мы же не будем там из воздуха брать, да? Мы хотим запустить приложение и сказать, эй, там, фасад, ну, в данном случае Persistent Store. Пожалуйста, достань нам вот такие вот объекты, которые мы хотим использовать в приложении. То есть мы, как бы, абстрагируем все уровни. Вот NSPersistentCoresCoordinator, StoreCoordinator. Это штука, которая отвечает, где лежит ваш файлик с данными. Вот. Он, ну, собственно говоря, его создаем и указываем на SQLite. Вот. Создаем PersistentStoreCoordinator, добавили NSPersistentStoreCoordinator и вернули этот PersistentStoreCoordinator. То есть теперь мы знаем, где лежат наши данные. Но данные ничего нам не стоят, если у нас нет маппинга, как это преобразить в классы. Поэтому вторая вещь, которую нам надо создать, это NSManagedObjectModel. То есть теперь мы возьмем данные, как-то поймем какие-то данные и получим наш объект. Для этого мы создаем NSManagedObjectModel, MergedModelFoundBundles. Ну, пока не заборачиваемся. То есть создали некоторым образом нашу модель. И теперь данная модель мерзит в себя NSManagedContext. То есть это та штука, через которую мы будем доставать данные. Вот здесь, собственно говоря, мы вытянули PersistentStoreCoordinator и выставили его ManagedContext. И все. То есть фактически мы загрузили здесь нашу базу данных. А теперь у нас RECIP и SELINEController, который будет вытягивать наши данные. И вытягивать он будет очень просто. Вот. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Вот. Вот. Сейчас осталось мне найти. Вот. Ну, здесь используется Fetch. Вот. Сейчас осталось мне найти. Fetch. То есть, на самом деле мы все насетапили. При старте приложения у нас появился SQL файлик. Если бы не было PersistentStore. Потом модель. И дальше мы используем вот этот ManagedObjectContext. Который мы создали в AppDelegate. И дальше мы работаем с запросами. Есть такая штука как NSFetchedResult. И мы говорим. Мы хотим сделать запрос к нашему CoreData. То есть, как вот SQL. Мы создаем там. Каким-то образом открываем connection. И потом делаем запросы. В принципе, connection здесь является ManagedObject, ObjectContext. Мы создаем request. NSFetchedRequest создали, проинициализировали. Теперь говорим. Что мы собираемся вытягивать класс типа RECIP. То есть, мы должны ему сказать. NSEntityDescription. Смотри. Мы сейчас будем запрашивать вот такие вот данные. Рецепты. Выставили этот рецепт. Выставили контекст, где мы будем запрашивать. Выставили request. Говорим, что мы хотим сортировать по имени. Добавили SortDescriptor. И, собственно говоря, здесь используется FetchResultController. Это Apple специально контроллер создали для того, чтобы упростить нам жизнь. Мы все время используем, грубо говоря, TableViewController. И тому подобное. Для того, чтобы очень правильно расходовать память. Не вытянуть все сразу. Вот у нас там, например, 1000 рецептов. Но на хайме 1000 нам бы вытягивать. Если пользователь реальный не будет смотреть. Поэтому пользуемся FetchedController. Вот. Который вытянет все данные. И мы его будем использовать при построении TableView. То есть если мы посмотрим, например, number of rows in section. То мы смотрим FetchedResult. Количество секций больше нуля. И мы для каждой секции вытягиваем number of rows через number of objects. То есть у нас есть контроллер, который содержит в себе уже наши рецепты. И мы, зная его количество, ну вытягивая из него количество, мы показываем, сколько у нас будет ячейк. И точно так же здесь вытягиваем через него configure cell, например, recipe set. Мы будем вытягивать из FetchedResultController, вытягиваем object.atIndexPath, рецепт. И, собственно говоря, выставляем этот рецепт в ячейку и отображаем его. Тут все понятно. Сама технология, как это работает. В общем, что там. Ну, самый лучший вариант. Давайте просто, потому что тема большая, чем мы начнем кодировать. То есть здесь банально надо попробовать. Попробуем? Создадим новый проект. Ну, в принципе, можно прямо на SQL, да, использовать? SQLite можно использовать, но я очень не советую, потому что проблемы с мультитрейдингом, проблемы с правильным выделением. То есть у меня есть проект, который люди используют. Ну, как, есть старый C++ код, который использует SQLite. И написано, это все было для Pocket PC и платформы изначально. Потом это все вкрутилось в iPhone-версию. Люди до сих пор отгребают с конвертацией. То есть ручная конвертация строк. Очень много проблем, которые, как бы, ну, здесь вы работаете с объектами. Посоздавали филды, сказали, сложи, забери, как бы, ничего такого. Ну, вот здесь, собственно говоря, мы вытягиваем объекты. Точно так же мы создаем объект типа рецепт. Туда создали там имя, запихнули, что-то запихнули, сказали контекст. Сохрани. Он сохраняет. То есть намного меньше пишется кода. Намного проще, чем, опять же, по объему меньше. Намного проще он поддерживается. Намного проще модифицируется, да. Мы переносим, как бы, проблему в другой абстрактный уровень. То есть мы не работаем с SQLite, мы работаем с другой штукой, которую тоже надо знать, да. Но, по факту, могу сказать, что реально экономит время. И лучше не уходить в хардкорные такие пути. То есть, либо здесь совсем-совсем велосипед используют, там, как в листфайл, да. Ну, что-то в нем сломаешь. Ты его закрутизил, ты его выгрузил. А если работать с SQLite, ну, это надо иметь реально опыт очень хороший, для того, чтобы правильно это все сделать, и нет смысла заморачиваться. То есть я бы советовал использовать Guardato. Guardato плюс еще такие фишки, как возможность вот с iOS 5, возможность использования Guardato с iCloud. Если у пользователя несколько девайсов, вы создали тудушку, например, какую-то, создали Guardato, она автоматом сама просинкалась, она у него на всех девайсах и появилась. То есть вы, как бы, работаете с файликом, ну, даже не с файликом, а с уровнем абстракции. Отдали, сохрани, удали. А фактически она распихивается на девайсах. Если такое делать на SQLite, то можно просто себя отстрелить. Поэтому как бы не советую эту сторону. Вот, создаем новый проект. Давайте. Single view application. Давайте ARC. пинтайфона. Так. Пустой контрольдер. Ну, самое первое. Давайте заменим на Table view контрольдер. То есть вот тоже часто проблему, там, Junior у меня работает, я ему говорю, замени UI view контроллер на Table view контроллер. Я говорю, замени UI view контроллер на Table view контроллер. Человек идет, начинает сносить все контроллеры, заново создавать Table view контроллеры. Самое первое. Не пугайтесь. Все, что генерирует Xcode, оно очень легко руками меняется. То есть вот как переделать view контроллер в UI table view контроллер. Очень легко. Первое. Сносите здесь вьюшку. Снесли. Сохранили. И здесь заменяете UI view контроллер на UI table view контроллер. Вот. Собственно говоря, как идет связывание Xiba с типом нашего контроллера. Да, оно идет очень элементарно. Вот здесь в File Owner выставляется класс, да. И когда мы поменяли, он уже как бы знает, что здесь используется новый Table view контроллер и надо законнектить табличку. Просто ввели эту вьюшку, кинули сюда табличку и законнектили. Все. Единственное связывание контроллера с Xiba идет через вот этот File Owner и Connect дефолтного view. Все. То есть на самом деле для того, чтобы поменять тип view контроллера, стоит всего лишь сделать два тела движения. Человек ходил, все удалял заново, создавал, что неинтересно, неправильно. Вот. Допустим, этот же клет надработает. Вот. Мы уже видим подключение. Вот. Теперь начнем с создания… Ну, самое первое, давайте подключим фреймворк. Вот. Подключается, как и все фреймворки. Подключился, ничего такого сложного. Таким у него в папочку фреймворк. В Core Data тут достаточно всяких объектов, но мы начнем с модели. Опять же, так как это вещи, которые от Apple, Xcode имеет классные штуки. Это, например, создание модели в редакторе. New файл, создали группу модель, и туда кидаем… Есть вкладка Core Data. Вот. И мы можем создать Data Model. То есть, это вот наше ядро. Это, фактически, это описание базы данных. Такой, возможно, вам придет в голову вопрос. Если мы работаем в App-приложении, то тут, в принципе, все straight-forward. Мы выпустили первую версию, программисты наколбасили базу данных, запустили сайт, он ушел в production, все работает. Как и происходит обновление базы данных? Программисты наколбасили вторую версию базы данных, они написали скрипты, которые апдейтят базу данных. Сайт закрыли, проапдейтили, сайт включили. А с мобильными пользователями ни хрена так не получится, потому что у каждого база данных на телефоне. Вот. И есть такая вещь, как версионность баз данных. То есть, в принципе, детских проблем в Quardate нету, потому что достаточно давно эта штука работает, если мы сейчас посмотрим. По википедии с 10-4 macos, то есть это фишка macos, и в айфон с до каст и риноль. В принципе, они прошли уже достаточно нормальный путь, и как бы все-таки самые естественные проблемы были решены. Вот. Ну добавили. Собственно говоря, дальше редактирование идет очень просто. Давайте подумаем, какое приложение мы будем создавать. Давайте кому-нибудь поможем, кто что собирался писать. Илья, у тебя что-то было по фильму? Да, но у меня состоит в основном фотографии и видео. Да-да-да. Кто еще? Ну танки ты сам напишешь. Или попробуем танки? Да я по листам. У кого есть идея использовать Quardate? Почему? Оно на самом деле несложно. А что-то хотя рецепты? Правила дорожного движения. То есть, кладкается хорошего. Билеты, вопросы, ответы. Давай. Ну, билет, тикет. Создаем наш объект и создаем наши объекты. Создаем, опять же, очень легко. Внизу, add entity, не все находят, как показывает практика. Есть люди, которые долго ищут, кладут тут менюшкой, а менюшки нет. То есть, я попавлю каким-то достаточно странным путем. И самое интересное, что здесь есть еще такой вид. Можно relation, то есть видно, как в принципе в любой базе данных можно посмотреть схему. Но мы не будем ей пользоваться, но все просто. Name, text и text. И здесь сразу же выставляем тип наших данных. На самом деле здесь все это объекты, даже если вы используете цифры, то это будет использоваться не integer, не float, а NSNumber. Это объекты, для того, чтобы удобнее было работать потом с ними. Все это мапится на объекты. Ну, давайте так. Name. И давайте. Ticket. Ну, да. На всякий случай. Начнем с самого такого просто. Тикет. Пока без ничего. Тикет. Здесь можно наендерить. Сейчас найдем, как мы генерить. Нам, собственно говоря, классы, чтобы написать руками. Выделить надо емпяти. А потом как новый файл. А, да. Файл. И все дальше ничего не будет. Не-не, это уже там модель сейчас сегласт. Нет, тут она не платит. Должен не спрашивать. Сейчас. Edit. Create and asManager Борг говорит, через меню, и через Adita. И выбираем Item. 實 вот. Для того, чтобы написать руками, Cut. Эдиттер create and asManager object. И у нас добавился тикет. А, ну здесь мы красиво выставили тикет нам, да. Оп, и заново создадим. И так. Ну, собственно говоря, все, что я говорил. Есть Ernest Managed Object, есть пропорти динамические, которые будут создаваться, наследуясь от Ernest Managed Object. То есть модель мы как бы нагнили. Теперь самое интересное, это то место, на котором все стопорятся. Создать модель очень легко, создать классы тоже достаточно легко. Самое сложное, создать этот Persistent Store, создать Object Managed Mapping и потом Object Context. Когда его создали, все. 90% работы готово, потому что остального, чем все просто. Ну, давайте медленно. С чего советую начинать, это создание Persistent Store координатор. Для этого нам надо, собственно говоря, создать вот три вещи, которые используют CoreData. Начнем мы с Property, давайте вместе писать. Стоاء 是 и создать F 실망ения НС Persistent Store координатор и теперь создадим метод, который загружает этот персистент-стор координатор и метод персистент-стор координатор. И вот, теперь что, собственно говоря, делать. Создание персистент-стора нам необходимо всего лишь один раз, поэтому мы проверяем, что если он у нас уже есть, здесь не совсем правильный вариант, неплохо будем его сделать. Не совсем правильный вариант, но нам пока заходится персистент-стор, мы проверяем, если его уже создали, то мы проверяем. Дальше нам надо, собственно говоря, создать пас с SQL-like. как назовем базу. То есть нам надо создать store пас, который будет указывать на application document directory. ну, единственная проблема, что здесь используется метод application document directory, здесь можно вот длинную такую колбасу использовать. давайте скопируем этот метод. не совсем стрейк-форвард путь работы с файловой системой. опять же в iOS, напомню, если это когда были, приложения работают в sandbox. Поэтому куда попало, взломиться не получится. Мало того, что куда попало, не получится, так еще и где попало, даже там, где разрешено сохранять, лучше где попало, не сохранять. есть вот ns-document directory, то есть мы используем ns-search-passport-directories-in-domains, ns-document-directory, user-domain-mask и последний объект. То есть есть такая штука, которая позволяет, это массивчик, который позволяет, даже не массивчик, это экспорт из foundation, это метод, который позволяет найти определенные папки по определенной маске. Мы говорим, что нам нужен ns-document-directory. На самом деле, тут достаточно много разных всяких приложений, демо-аппликейшн-девелопер. Но это все как бы очень нам не помогает, потому что в iPhone есть две папки, куда реально мы можем писать данные. Это ns-document-directory и... А, ну три. Кэш-директори и темп-директори еще есть. Вот, ns-темп-директори. Ну, на самом деле, данные разделяются очень просто. Проблема с аппрувом в Apple Store, так как с пятерки выпустили iCloud и приложение, все ваше барахло, которое генерит приложение, если оно лежит в папке документов пользователя, оно пытается приятненько засунуть в iCloud пользователю, для того, чтобы он потом не мучился, если у него там что-то пропало, он мог постановиться на ту капа. Но проблема такая, что большие объемы данных, ну, если приложение гадит в ns-директоре, то Apple очень ругается и не пропускает такие приложения. То есть, если вы там складываете какие-то мелкие файлы, какие-то XML'ки, JSON, ну, немного там, до мегабайтов, в принципе, на вас никто ругаться не будет. Но когда вы начинаете сохранять туда здоровые объекты, картинки, видео, музыку, и это все реально не надо пользоваться, стягиваться с сервера какие-то для кэширования, то Apple ваше приложение просто банальное режим идет. Они запустят, увидят, что вы туда нагадили, и они скажут, не, не, так не идет. Для этого, для решения этого разума есть два пути. Первое, поменьшать эти файлы как не для бэкапов. И второе, складывать просто в temporary directory. В temporary directory, когда система, есть iPhone, да, у него есть количество определенное, лимитовое место, 8 гигабайт, например. Приложение, в принципе, ваше не лимитировано, насколько я знаю, по количеству информации, ну, по занимаемому месту, но как устроен temporary directory? Если у iPhone начинает заканчивать место, оно тут походит и начинает удалять ваши темповые файлы. То есть приложение должно понимать, что файлы могут пропасть, и в любой момент оно должно их докачать. То есть если вы используете какой-то кэш сервера, то есть вот как мы делали, есть информационный пак, да, zip-файл. Мы его качаем, складываем в temp directory, и каждый раз при старте смотрим. Если этой папочки нету, то все, беда. Ну, мы идем и заново скачиваем. Вот. То есть со StorePass'ом понятно, как мы его получили. Вот. Вот так суббота влияли. Вот. Ну, давайте посмотрим. Ну, давай. Допишем эту. Вот. Мы получили StoreUrl. Здесь можем дальше. Так что, теперь мы проверяем здесь на существование. Вот. Ну, наверное, не будем это использовать код, потому что здесь вот Setup Store or Illusion Provide Pre-populated Default Store. Но нам, собственно говоря, Default Store не нужен. То есть есть возможность Quaradata, если вы пользователя заливаете, да, например, те же информационные какие-то тикеты. Ну, вот это, кстати, тебе пригодится. То есть для того, чтобы не скачивать или там в коде не создавать, можно запаковать в Bundle уже SQLite с готовыми данными какими-то. И если у пользователя нет, то взяли из Bundle, запихнули в, ну, в документы, как бы сделали вид, что они чем-то надеются. Но мы это не будем создать. Мы создадим StoreUrl по StoreUpassу. Вот. Создадим NSError. А единственное, что нам надо еще создать ManagedObjectModel. Вот наш StoreCoordinaтор. Сейчас скопируем. Он ругается, потому что у нас нету SelfManagedObjectModel. Ну, собственно говоря, как делаем так. Теперь нам надо создать модель. MSError. MSError. Object. ManagedObject. ManagedObjectModel. Фактически это описал его в нашей модели. Поэтому есть ничего такого сложного. Мы проверяем, что если у нас есть уже моделька, модельку. Модельку надо создать. То есть. Опять! Татинть. Татинь. 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 Модельку. Синтесайзли. Успеваете? Нет, не успеваете? Где отстали? На создание NS Persistent Store? Но вы же не молчите, я же не угадаю что-то... Нет, нам нужно объяснение, то есть должно идти по плану. План да планом, а где отстали? На каком моменте? На создание... Какие атрибуты в базе данных? Атрибуты нам пока не важны. Вот я создал три атрибута name, question и ticket number. На самом деле, пока нам это не особо важно, потому что нам стартануть core data. А что там, какие будут объекты, нам пока все равно. Хотя бы нам запустить для перемена. Ну штука, она такая, вроде как бы громоздкая, но в то же время экономит время. Вот в реальных проектах использовал очень хорошо сохранение данных по изучению. То есть пользователь что-то там изучает, я это пишу в core data и нет никаких проблем. Я там вычитал с сервера, отправил на сервер, почистил core data и все там спокойно и красиво. То есть мне приходится мучиться, мне приходится сохранить в левые файлы, потом смотреть там целостность данных. То есть за это все отвечает core data и я совершенно не парил мозг. Получилось атрибута? Да. Ну давайте переключимся больше на вот эти вот, собственно говоря, на наши. Приключимся. То есть еще раз. Создаем он третью пропортию еще. Напишем сразу. Все. То есть вот это вот три вещи, которые нам нужны в загулочном файле. То есть мы создаем процессор координатор, чтобы найти путь к файлу, чтобы им манипулировать? ManagedObjectModel, моделька, да, чтобы знать, что там лежит. И ManagedContext, это, грубо говоря, наш мальчик на побегушках, пойди принеси, сделай, отложи. А, то есть в контекст, куда мы пишем контекст? Да, контекст, куда мы пишем, точно так же здесь контекст, пойди принеси данные, пойди сложи данные, пойди сохрани данные. Поэтому мы не работаем напрямую там с моделью, мы просто насетапили все, а потом это все само бегает. Т.е. три вещи. Давайте вот эти три пропортии напишем. Тема, кстати, достаточно удобная, потому что, судя по всему, Apple очень часто применяется в своих продуктах, например, тот же iCal календарь, который на MacOS и на iPhone они используют Core Data. Т.е. они сами в крупных проектах, они его используют. Значит, все детские болезни, они с ними сталкиваются, они их фиксят. Технологии те, что проверены боем. Вот это вот как бы очень удобно. Т.е. можно взять там какую-то свежую крутую технологию, но когда доходит до практики, понимаешь, что некоторые вещи могут быть непродуманные, некоторые могут быть сырые, а у этой технологии уже по времени нормально. И сейчас, грубо говоря, есть SQLite, на нем уровень абстракции Core Data. И сейчас уже люди придумают еще уровень абстракции на Core Data. Объясню, зачем это делается. В принципе, все приложения очень похожи, если это не игрушки. Пойди в интернет, возьми данные, сложи локально, потом что-то пользователь сделал, отправь обратно. В плане веб-сервисов это все тоже очень достаточно стандартизировано. REST-формат, JSON, в частном случае бывает бывает XML, но все чаще используют JSON. Т.е. есть данные в JSON в формате сервиса REST. И вот тут есть библиотеки для работы сетью, в которой мы работали, iF-Networking, есть, например, REST-тит. Т.е. стянуть объекты мы получили. Да, даже не объекты, но какие-то JSON-данные, NS-Dictionary. Теперь это надо складывать в Core Data. В принципе, и то, и другое. Стянуть данные и складывать в Core Data достаточно андотипные вещи. И вот одна из последних вещей, которая добавилась в iF-Networking, есть iF-Incremential-Store. Property написали? Да. Вы же его видите. Теперь вот, собственно говоря, вот этот экран нам написали. iF-Incremential-Store это такая штука, которая позволяет создать макпинг и сразу вытягивать эти объекты и сразу прозрачно складывать в Core Data. Т.е. прослойка, но прослойкой вы больше, но она достаточно сыроватая, мы ее начали ковырять, но пока в реальных проектах еще не знаем. Т.е. вы можете как бы прозрачно все складывать в базу, оно будет автоматически там мёрзжаться и тому подобные вещи. И вторая в этом плане библиотека, о которой мы недавно ковыряли, это REST-тит тоже. Оно позволяет указать методы в достане из интернет-объекта, что-то сделает и опять же оно складывает это все в Core Data. Т.е. приложения на айфоне 80% утилитарные, 80% они вот будут такого плана. Поэтому задача в эту сторону решается, добавляется новый уровень абстракции, который упрощает жизнь и экономит очень реально время. Т.е. недавно зашел такой интересный проект по путешествиям. Человек использовал для сохранения объектов NS Archiver, то есть можно, ну, бинарная сериализация, по-просто говоря. Чувак руками мёрзжет объекты. Т.е. он стягивает и начинает ходить и проверять, ходить и проверять, то-не-то, то-не-то, как бы сохранять. Но за такое сразу руки надо отбивать, что очень плохой способ. Для того, чтобы проверить, он всё достаёт в память и в памяти начинает проверять. Человек. 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 Core Data опять же вот, у нас тачит, тачит Result Controller. Он очень хитрый, он лейзи. Фактически, если вы зададите ему вытянуть там тысячу записей, он вам тысячу записей не вытянет, он вытянет тысячу индексов, и только по обращению к объектам он будет вытягивать реально эти данные. Т.е. в плане использования памяти очень хорошо продуманная штука. Переписали где-то 3 минуты? Вот, собственно говоря, Managed Model здесь проще. Логично. Так как у меня RC. Так как у меня RC. Не с ростом. всё. Я даже знаю, что рост-то солнцином. А вот теперь его шуфいます. Попробуем. А вот теперь его шуфу. Продолжение следует... 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 Кстати, если мы не присоединились, то могу закидывать в чат Hiker Mobile Developers, то, что мы проводили. Народ начал кидать интересные линки, например, на Stack Overflow тема с линками на библиотеке для айфонов, и там как раз все библиотеки. Единственное, что там некоторые старые, как ICHTT Переквест, которые уже апдейты. Но тема интересная, даже положительные библиотеки, которые используются. Кстати, насчет использования SQLite, есть FMDB, библиотека, которые используют напрямую SQLite. Но в каком-то проекте я ее видел, первым делом, что мы сделали, это мы ее убрали. Причем это было как бы давно, это три года. Получилось? Да. Давайте туда последнее, последнее движение. Мы, собственно говоря, создали с Managed моделью, а теперь store type добавим и вернем персистент store координатор. Вот здесь колбасу можно написать. Теперь персистент store координатор, add persistent store list type, конфигурация нил, store url, options нил и ошибочка. Ну, собственно говоря, если не получилось, так не получать. И по store type вот видим, что есть, собственно говоря, четыре типа. SQL, XML, binary и memory store type. Но XML нам не доступен на iPhone. Есть binary, memory и SQLite. Все это доступно с iOS строки. Вот эту вот строчку добавьте. вот с iOS строки. Вот. бывает тут такая целостность, ошибка целостности, то есть Xcode, он на самом деле, когда конфилирует, он всегда пересобирает весь проект, потому что бы это занимало до хрена времени, программист просто бы умер, ожидая каждый раз для дебага перекомпайзу, если бы все опки уложить. И скорее всего, то, что я скачал в исходнике, там где-то уже что-то было собрано, когда ты собираешь, то ли база не обновилась, то ли еще что-то. Очень частая проблема с CoreData. Ты запустил, ну нафиг, у тебя упало где-то на Persistence Store в координаторе, и все. И ты уже думаешь, что ошибка. Нет, надо всего лишь делать две вещи. Клин на ресурсов перед билдом и Reset Simulator для того, чтобы оно правильно все это запихнуло. Действительно, иногда такая проблема бывает, и Apple, сколько бы не борется, она все равно в SDK выскакивает, выскакивает, может на последнем шестерке исправят, но пока такая фишка наблюдается, и не стоит пугаться этих ошибок. Есть ошибка, попробуйте сделать клин, там и там не помогло, тогда ищите у нас такого workflow или погуглите. Скорее всего, ошибка где-то тривиальная, и не вы первые, у кого она возникает. А может зачем-то понадобится использование на два разных типов, допустим, памяти? Ну, как по мне, это плохой дизайн приложения, но на самом деле они, по-моему, что-то делали, что можно использовать несколько одновременно. По-моему, как раз я докладываю, что в пятницу прошло. По-моему, можно, но это такие очень негативиальные вещи, потому что, в принципе, приложение, ну, если оно использует несколько видов, значит где-то проблема в логике, не в самих данных. То есть нет ничего такого, что, хорошо, что добавляет использование двух баз? Вообще ничего не добавляет. Я просто смотрю, если метод add, то предполагается, что могу добавить и 2, и 3, и 4. Там же не set, а add. Да, да. Значит, ты кому-то нужен. Где-то нужно, я придумал. Где-то есть игры, где-то есть переход, где-то есть system store, то есть ты может несколько использовать store одновременно, но, честно, в практике не сталкиваться, вопрос хороший. Собственно говоря, вот мы находили все, что для создания, теперь нам последний как бы рывок создает ManagedContext. ManagedContext, он создаётся вообще очень просто. Сейчас копируем последнюю штуку. Для сетапа, да, мы создали координатор, создали модель и теперь контекст. Вот так, надо сделать Synthesize, не забываем. Synthesize, ManagedContext. И здесь заменим на ManagedContext. То есть есть метод, который вытягивает наш ManagedContext, вытягивает по SystemStore и выставляет store координатор ManagedContext. Кстати, кто расскажет, что это такое new, если не забыл, проверка памяти? Что это за метод new и что он делает? Выделяет память. А точнее? Создает, вызывает и нет. Ну а как вот new можно заменить? Не new, как ещё можно написать? Аллок и нит. Да, фактически это аллок и нит в одной коробке. Но достаточно редко пишут его, потому что в основном на нит напихиваются всякие конфигурации, но конфигурационные данные, и достаточно редко я, например, встречал в этих замплах, Apple так вообще нит его сложновато. Ну это же больше свежий, а что там? New? Это object? Ну, ну. Ну, ну. Ну, ну. Ну, ну. Ну, ну. А что он не посвечивает ManagedContext? Я поменял ManagedContext и ObjectContext. Ну, у меня в пропорте называется ManagedContext. Я его отсинтесайду. Потом у меня есть внутренняя переменная ManagedContext. Синтесайд сделать. Он вот в конце. Готово. Синтесайд. На саляте. Посередине красавицу – курица. Ну? Ну,ун. Убийство? Синтесайд. Убийство. Поперил. Убийство. Возможно мы найдем тебя минутку Привет Привет Ну что-то, менеджер облик контекстом. Добили его? Дорогово Кто дописал? Мексус Майкуте, чтобы я видел состояние В розыгрыше Открыли Эта Три 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 Продолжение следует... 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 Нельзя один раз пронизировать это все. Так это и есть один раз. Если мы точно знаем, если это один раз, то зачем мы проверяем неумеренно? Ну, можно, то есть мы можем фактически здесь поубирать, но это такой сейф-код вроде бы. То есть можно взять и руками последовательно взять на колбасе, но это как бы мы разделяем. Чем больше у нас разделяемость, тем больше мы сможем вот эти куски копировать, потом и вставлять. Не просто взять и написать код. То есть фактически это все можно было написать, создать менеджет этот контекст, и даже пропорты не создавать для менеджет модели, менеджет для Persistence Store. Все в коде прямо на колбасе, застапить и забыть, как страшно все. Но здесь хочется как бы разобраться, потому что скопировать куски кодов, втыкнуть и сделать так, чтобы оно заработало, ну, в принципе, не сложно. А вот понять, как оно, зачем Persistence Store, зачем менеджет модель, что откуда берется, как оно вместе склеивается и получается контекст, желательно вот разделить на три этих этапа загрузки. Какие проблемы? Давайте я помогу. Ниже. 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 Вот. контекст, ну, столько координаток координаток. То есть контекст мы вообще не сетапим, мы ему только указали, вот, у этого Васи спрашиваю, где данные. Ну, в принципе, классический VRM, есть модель, есть маппинг, есть класс. Есть контекст, через который мы тянем данные. Так, давайте сделаем перерыв, потому что я смотрю вообще, мы все медленно-медленно набираем. Сетапили, все, и теперь осталось последнее красивое это все запустить. Вот. Нам надо, чтобы кто-то вызвал наш ManagedObjectContextMethod. Вот, и мы его будем создавать, собственно говоря, в нашем делегате. Ну, можем... Пенд здесь его. Или в viewController. Давайте в viewController просто создадим property. ViewController, который у нас есть в property. Вот так далее. И мы составляем смыслом, в моральке мы составляем кускиめて. Намishi с кинтонами, мы так и выключим кронами. Вот, последний социкет. Так, два натерише. Для этого не acostgend Umaца патовая 얼� Chemical Смомена. Именно 10 см. Создали в view-контроллере, создали вот такой вот managing context. Скажите, когда создадите, мы сделаем... Когда мы синтезайз... Я видел синтезайз, допустим, manage-контекст присвоить, нижнее подчеркивание... Да. Это мы что-то там... Что такое синтезайз, кто нам напомнит? Что это вообще такое? Все перемены, это рекомендатор. Да, да. А зачем мы указываем тогда подчеркивание? Привязать к этому поводу. Это внутреннее переменная, которая будет использоваться через подчеркивание. То есть мы, когда не указываем, то используя такое же имя. А когда, вообще, по-хорошему лучше не использовать такое же имя, потому что с этим иногда бывает проблема. Первое число, можно ошибиться, написать myself или property, а написать просто имя property, и это будет использоваться внутреннее переменная, что уже неправильно. Поэтому очень часто разделяют через подчеркивание внутренние перемены, чтобы не ошибаться с property. Понятно? Смотри, да, есть у нас класс какой-то, у него есть какая-то property, например student и ты как бы можешь вызывать внутри своего этого класса студент, можешь вызывать self-student и выставлять значение, тогда будет работать сеттер-гейтер, если у тебя там retain, будет использоваться retain, то есть все будет автоматически считаться, но ты можешь ошибиться, можешь написать не self, а просто написать student, тогда у тебя сеттер-гейтер не будет срабатывать, соответственно не будет выставляться, если у тебя строг не будет выставляться на него линка, то есть потеряется, где-то произойдет crash, потому что ты использовал внутреннюю переменную, а не property, через которое должно было все выставиться, за retainer, поэтому очень часто внутренние перемены называют с подчеркиванием, тогда ты сразу видишь, что это внутренние перемены. делаем здесь синтезайз, и собственно говоря, вот здесь самое интересное, когда мы создали newcontroller, self-newcontroller, manager-context, self-manager-context, все, фактически мы здесь можем сделать такую штуку, как она слов, self-newcontroller, manager-context, и посмотреть, что же у нас там получилось. Ну, не получилось. Сейчас будем смотреть, по-моему, из-за того, что SQLite файл мы не создали, поэтому у нас ничего не заходит. То есть давайте дойдем до этого места. Понятно, что я создал property в viewcontroller и выставил self-managered method property. То есть если пункт где-нибудь создать, то он сам пункт задумывается. Да, по-моему, да. Сейчас надо посмотреть. Не такой он и умный. Не, но он умный, но он как бы позволяет нам модифицировать. А, нет, тупо метод не дернулся. Посмотрим, где-то мы... Налажаем. Ау! А, вот как раз и проблема. У меня self-managered object не переходит, потому что так и называется property. Вот как раз проблема. Если я сейчас зайду... Видите, метод не называется, и поэтому ничего не получается. Ну, давайте метод перенимаем. А, да, вот именно потому что он называется по-другому, оно не работало. Называлось property. Вот, вот так. Перемудри. Вот. Заходим внутрь. Такие умные создал. То есть у нас появился managered object context. Фактически мы все на сетапе для того, чтобы работать с core data. Тут все понятно о всех этих три метода. Получилось у вас? А ты log создал, чтобы он написал? Где-то чтобы он туда написал, надо написать код, чтобы он туда писал. Вот, вот эти вот две строчки надо добавить. Ну да. Да. Такаäh. Ну да. Ну да. Т oriented. Така сестра. Ну давайте делаем DotyHack, то есть сейчас не код, а напишем создание, например, объекта какого-то, создадим прямо здесь, за хардкодем, сейчас нам застыли. У нас есть Ticket, мы сейчас подключим сюда, здесь объект Ticket, и здесь мы создаем. НС-НТТ-Description, НС-НС-НС, и в менеджер-контекст наш self-view-controller менеджер-контекст и все. Ticket name ticket он и self-view-controller менеджер-контекст save . Вот, фактически, теперь создание объекта, сохранение его базы занимает ровно две строчки, то есть мы создали модель и сохранили. А данные, какие мы собираемся набивать, то есть как мы работаем как с классами, объектами класса, очень элементарно, никаких проблем. Мы можем то же самое делать в модели. Позаписивать данные? Да. Модель – это описание, это не данные. А как раз? На самом деле, очень все хитро. Если мы сейчас запустим этот код, пройдемся по нему, посмотрим, что у нас там в ошибке в error ничего нету, ошибка пустая, значит сохранилось оно верно. И теперь мы, на самом деле, можем расковырять это все дело. Вот CoreData, есть Documents, есть Equalight. Если еще, посмотрим. Она же какой-то. Угу. Сейчас посмотрим, как мы. Ну, короче, можно, теперь этот файлик, то есть он у нас 20 кг, мы, конечно, его не посмотрим без чего-нибудь нормального. Можно консольную теперь посмотреть. Возьмите. Я так помню, как это просто поменится. О! Возьмите. Да. Сейчас мы попробуем влезть в эту базюку, то есть мы видим, что у нас база, собственно говоря, наш бинарик, мы зашли в папочку documents и создали там вот этот кукер secret light. Теперь мы попробуем в него добраться. Вытянут? Ну, в файмере можно, но я сейчас не помню комбинации, как вытянут кук, где-то тут можно. Можно шоу панк-баф. Можно, конечно, таким способом. Так. Что, издевается, что ли? Ну, проще сейчас. Делайк, вернее. Сейчас. А, application support. Вот, мы добрались, собственно говоря, cookies. Теперь есть классная консорная команда. Удач할PS есть три. Три пункти с дисп 뒤에. shortage tables. Что, следующий раз? Так, нет. Ну, everytime начнем с «HILL». Нету. Что? А, точка «HILL». Вот, zTicket, zMetadata, zPrimaryTay, т.е. фактически мы создали... Так, сейчас я так могу как посмотреть... Show, Statistic, Mode, Import, Databases, Done Table... Вот, select, select здесь есть. И можем сделать select, select from zTicket. Куда же я фиксировался? z, это то, что создает нам мета-данья. То есть, вот это он, ну, посоздавал сам и добавляет z. Не знаю, почему не на z. Честно говоря, никогда не интересовался. Дай сюда не лажу, потому что смысла нет. Дай вам показать, какой на роботе смысл. Так, zTicket. zTicket. Вот, и мы видим, что там какие-то поля, бла-бла-бла, ticket-бланы. Т.е. собственно говоря, мы сохраняли это в базику. А теперь мы можем это вытянуть на нашем view-контроллере. Создать мы создали, сохранили, сохранили. А можно просто мы создали модель и не придумали имя name, но как ключ, да? А значение мы уже пишем потом. Да, правильно. То есть, у нас есть модель, это описание. А данные, это то, что мы будем создавать в приложении. Собственно говоря, вот мы создали, мы все запустили, а теперь в коде мы можем управлять этими данными. То есть, запихивать туда что-то. Вот, ну, мы создали тикет, и здесь мы можем делать... Ну, вот здесь. Давай, давай. Быстренько накидаем 3D-контроллер. Накидаем? Или... Ну, давай. Number. 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 Давайте сейчас... Мы сохранили. Давайте здесь сделаем прям в коде. Это будет домашнее задание. Приключит KBW-контроллер. Это домашняя приклука. Вот. Этот код я запушу тогда на битваб. Вот. То ещё мы можем. А нас создать нас Fetched Result, Fetched Request. Request. Сейчас посмотрим, тут реквесты создаем. Реквест опять же очень простый, нас Fetched Request мы создали объект, который будет отвечать за запрос к нашему контексту. И здесь мы через Request задаем NSEntityDescription. Мы за-сетапили, что мы хотим вытягивать. Здесь Set EntityDescription. И, собственно говоря, теперь мы можем выполнить запрос. Мы не будем сортировать. Fetched Result Controller. Вот, собственно говоря, выполняется запрос очень просто. SelfManagedObjectContext. ExecutePetchRequest. Наш Request. Error. А у нас уже есть. Error. А в ответ к нам приходит список NSArrayResults. То есть мы можем получить массив чего-то. А почему мы адрес вернулись? Потому что здесь передается адрес на ошибку, а не сама ошибка. Это ссылка на ссылку для того, чтобы мы потом получили результат. Если мы его передаем просто объект, он там модифицируется, и мы не получим его обратно после выполнения метода. То есть мы получаем и результаты, и ошибки. Может, теперь будут два тикета, на самом деле. Мы видим, что мы получили два объекта. Ticket1, Ticket2. Все одинаково. То есть очень straightforward, очень просто. После того, как у нас это понятно, как у тебя нет. Ну, теперь посмотрите, как сделать Delete, и сделайте вот TableViewController. То есть можете именно генерировать от даты, делать плюсик, как вот кухи экземпл. Я тогда скину в чат линку на экземпл.рецепис, и этот код, добейте его, я запуглю на GitHub, добейте его, сделайте так, чтобы показывалось TableViewController, можно было добавлять тикет, который генерится на основе даты, и удалять. В принципе, ничего сложного там дальше. Можете сейчас на GitHub идти? Да. Сейчас надо репозиторию только создать. Я, кстати, на GitHub'е создал MasterRub. Вот. Теперь, в принципе, сюда. на GitHub'е появился Arganization. Вот. И тогда я сейчас создам новый репозиторик. Вот. Витерло. Витерло. Смотрите продолжение в следующей серии. Не любят нам какие телодвижения. Все. Линка, вот, master app, core response. Продолжение следует.